здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудела на 94 килограмма укрепила мое здоровье улучшила внешность а также обо всем что меня интересует ставьте лайки и нажимайте на колокольчик подписывайтесь чтобы жителей нашего теперь уже среднего города стало 300 тысяч сегодня воскресенье дорогие друзья и я сначала после трудов праведно хотела отдохнуть вчера целый день от зари до глубокой ночи я перекачивала мои видео на съемный жесткий диск но видели вам показывала которая я купила и это на самом деле оказалось работой нудной кропотливой и я вы знаете вот добила это дело сидела уже в два часа ночи у меня глаза слепались но я все равно решила вот доделать это раз я поставил такую цель а то я себя знаю если я брошу на пол дороги потом неизвестно когда я соберусь этой всей тягомотиной заниматься у меня ушло восемьсот восемьдесят гигабайт а жесткий диск у меня на 1 терабайт сначала у меня была мысль в магазине во им видео я покупала купить на 2 терабайта но потом я от этой мысли отказалась знаете вот ведь не действительно нельзя все яйца класть в одну корзину у меня есть очень печальный опыт флешек я помню покупала хорошие дорогие флешки красивые такие и одна флешка у меня сразу сломалась и вообще даже попользоваться не успела вторая тоже я перенесла на нее какие-то свои там папки с фотографиями и она тоже очень быстро сломалась и у меня все это как бы пропало и теперь я отношусь с настороженностью поэтому я считаю пускай лучше у меня будет несколько дисков по одному терабайту чем я на один все это занесу а он возьмет и опять гавкнет то есть у меня вот такие принципы восемьсот восемьдесят гигабайт вот на данный момент то что я скачала с моего канала и знаете дорогие друзья вот я сделала эту нудную противную работу и я себе так хорошо почувствовал у меня было ощущение как будто гора с плеч упала потому что я сама вам все время это говорю и это чувствую на себе как противно жить в стрессе а с тех пор как в америке началась буза а вот с этими социальными сетями с тех пор как у нас приняли закон о блокировке ютюба и других соцсетей если там какая-то информация будет не проходить политического характера конечно я начала дергаться не то чтобы я прямо об этом думала но где-то подспудно у меня это жило и отнимала мою энергию а сейчас я приняла вот такое решение вам уже говорила что если что-то накроется я надеюсь что только временно то я смогу восстановить я назову свой канал другой то есть такой случится например опасные крылья 2 я видела что люди некоторые так делают вот у кого канал закрывали или воровали или закрывали и они называли своим же названием только с какой-то дополнительной цифрой допустим там или словом и я так и сделаю если что случится я вот смотрю некоторых людей по несколько каналов и я тоже сначала думала как это интересно на разные темы канала заводить но потом решила что пока это вполне можно в один канал все запихнуть я сегодня проснулась не выспавшись и думал вообще видео не снимать но тема дорогие друзья сама нашла меня вчера вечером ко мне завалилась подруга ненадолго но успела нанести мне большой вред а она пришла и сразу же заказала через delivery club что ли из kfc ведро горячих хрустящих острых тут ключевое слово острых крылышек она у кого-то ела ей понравилось и она решила меня порадовать и опробовать вот это приложение delivery club по-моему называется курьер привез заказ через 15 минут крылышки были обжигающие такие хрустящие но не в этом дело они были ужасно острые я вообще-то острые люблю и вы знаете сколько у меня перцев чили и все но когда перец чили в горячем особенно виде он обжигает но и конечно это все сильно пересолено естественно я поела этих крыльев и у меня было такое впечатление как будто у меня в груди пожар занялся а подруга рассказала что она ела их холодными и холодные они менее острые но я думаю что так и есть потом подруга ушла сделав свое черное дело а я осталась работать но переносить мои видео и спустя несколько часов у меня началась такая страшная жажда я ужасно страдала я так хотела пить вот до обморока прям у меня такое бывает ну очень очень редко но может раз в год или даже в два года это когда я наемся но очень соленой еды какой нибудь и у меня было состояние ужасно неприятное выпиваешь залпом стакан воды как будто не пилай сухой язык к небу прилипает вот я выпью стакан пить хочу умираю выпивая второй стакан я умом понимаю как я сейчас поднимаю давление в системе потому что нельзя так накачиваться жидкостью и вот я выпиваю допустим два стакана да и терплю минут пять-десять пить хочу умираю и поэтому проснувшись сегодня утром выпивши накануне столько литров воды вечером причем я посмотрел в свои китайские глаза и решила устроить без солевой день об этом сегодня я и хочу поговорить как после вот таких самострелов выгнать вот эту лишнюю воду из организма но безопасными средствами я категорический противник мочегонных средств они очень опасны особенно форосемит я сама ими злоупотребляла лет 10-15 назад это было очень опасно то есть у меня были состояния ужасные но мой организм сдюжил спасибо ему и с тех пор я никогда больше не употребляю вообще никаких то есть мой маятник качнулся в обратную сторону и с утра я даже специально сварила белый рис без соли чтобы он выводил соль ну а это народное средство но работает и кстати дорогие друзья я против без солевых диет вот малышева когда помните только ее диета появилась в коробках она какую-то еду там продавала и я помню ее реклама была что вся эта еда без соли потому что соль это жуткий яд и все конечно если вы ели соль по жизни а потом вы целый месяц ни грамма соли не идите конечно бы похудеть хотя бы за счет того что жидкости выйдет но представляете насколько это опасно у нас соль в крови находится соль это электролит то есть она нам необходима нашим организм конечно в разумных пределах но до такой степени это очень опасно полностью убирать соль вообще полностью на длительное время но после таких случаев как мой когда я очень много съела соли очень много выпила воды и все это задержалось то вот такой один день лечебно я бы сказала это полезно поэтому меня это чисто разовая акция что я планирую делать первое убрать на день всю соль ту которую насыпаешь второе не есть сильно соленые продукты это рыбу морепродукты в которых и так содержится большое количество соли я вот в последние годы рыбу особенно морскую никогда не солю потому что если ее пожарить или отварить или потушить она соленая и также отварные яйца вот на мой вкус отварные яйца соленые а третье нужно убрать по максимуму углеводы в виде сахаров потому что они тоже задерживают воду не только селедка но и торт задерживает воды я имею ввиду праздничную еду когда люди на праздник что-то едят и говорят вот я текла от селедки не только от селедки но и от тортов тоже четвертое это я уже сделала сразу сварила белый рис без соли и буду есть его в течение дня по чуть-чуть буквально по одной столовой ложке пятое буду вводить сегодня в еду имеющиеся у меня дома в наличии так называемые мочегонные продукты то есть продукты выводящие излишнюю жидкость из организма например вот что есть у меня лимон сельдерей он у меня теперь всегда есть за годы диет особенно за последние годы я настолько привыкла его покупать раньше его не покупала вообще я имею ввиду палки сельдерейские вообще никогда его не покупала и не ела и не любила и вообще но вот за эти годы я очень часто вместо хлеба я же хлебный человек и я заменяла хлеб а вот этой палкой сельдерей то есть я брала свой суп а садилась есть и вот эту большую такую длинную палку она давала два в одном и хруст и как бы держишь в руке вроде бы как хлеб держал в этой руке рука то привыкла вот а теперь она держит сельдерей уверенно держит сельдерей поэтому сельдерей у меня есть всегда свекла тоже выводит жидкость петрушка петрушка у меня есть много я наморозила огурец и свежий огурец есть шестое сегодня весь чай пить в виде молока чая я знаю люди некоторые в недоумении некоторые злятся что это за термины такие кура грудь молока чай эти термины они бытуют среди худеющих и тех кто занимается фитнесом я собственно эти слова взяла ну из похудейского сайта конечно но они туда перекочевали именно и от фитнеса те кто на фитнесе на сушке вот это они едят кура грудь и молока чай пьют молока чай это зеленый чай с молоком и я лет 10 назад 15 устраивала разгрузочные дни тогда они у меня еще были но это давно было на молока чай я с утра брала огромную кастрюлю но литра четыре я брала кастрюлю а насыпала туда зеленого чая много то есть я заваривала крепкий зеленый чай заливала все это кипятком и доливала туда примерно не примерно литр молока то есть вот три литра воды кипятка заливала чай и когда он немножко остывал я вливала туда литр молока и у меня целый день это стояло и настаивалась и заваривалась и все и когда я хотела есть или даже профилактических целях я подходила наливала себе кружку вот этого белый получался такой напиток он знаете такой был терпкий горьковатый это очень приятно немножко вяжущим не нравился молока чай всегда и я выпивала мелкими глотками вот этот чай а через час пойдем еще раз в час где-то у меня получалось по стакану молока чая он конечно очень хорошо выводит воду вы ж не едите целый день ничего но у вас получается калорийность 600 килокалорий это не голодный день потому что пакет молока там же калории есть литр молока но тем не менее вот этот день прекрасно воду выводил у меня выходил 23 литра и это все-таки согласитесь не фуросимид никакой потом я перестала делать такие вот специально дни целиком молоко чайные но у меня есть вот это средство как бы она у меня про запас лежит хранится на случай войны вот бывают дни когда есть хочется самого утра и до вечера такие дни бывают неприятные и я тогда вспоминаю об этом средстве и вот допустим между едой у меня перерыв а есть хочу умираю я завариваю именно горячего не горячий помогать лучше чем холодный я просто беру кружку насыпаю туда зеленый чай заливаю кипятком не до конца чтобы влить туда миллилитров пятьдесят семьдесят молока и молоком заливая это пью мелкими глотками это помогает это реально помогает к тому же это имеет легкий мочегонный эффект то есть это средство хорошие и сегодня я планирую не просто чай пить в течение дня пью несколько раз чай зеленый а сегодня это будет не просто чай а молоко чай седьмое это физические упражнения на улицу я сегодня не пойду по понятным причинам иначе может где-то прихватить а вот дома я похожу по подпрыгиваю ногами подрыгаю на что такое экзотическое восьмое это лимфодренажный массаж особенно лица по ходу вот этого лимфотока аккуратно и не сильно сильно нельзя я один раз это был давно ну лет пятнадцать тоже назад когда у меня было такое вот похудение активно я так взялась за все части тихо я сделала этот массаж а я думала еще как чем сильнее я надавлю тем же лучше но логически мне после этого массажа плохо было вот такое чувство голова болела то есть это я знаю что нельзя теперь я знаю что нельзя надавливать сильно нужно делать очень аккуратно и легко а делать я буду этот массаж своими на охлаждающими нефритовыми массажерами помните у меня такие как нефритовые лепестки у меня из нефрита из розового кварца они такие каменные такие холодные и такие гладкие и вот ими делать не пальцами а вот этими массажерами специально для этого предназначены девятое говорят говорят что помогает вывести воду горячая ванна но я боюсь в силу возраста сидеть в кипятке дорогие друзья я половину своей жизни провела сиди в кипятке у меня муж не понимал как ты можешь сидеть в кипятке то есть я наливала кипятка ну практически кипятка ну там какую пену я любила хвойную пену какие-то подливала в пене хвойный этот запах еще и вы знаете ну тогда еще и щечков не было кстати и вот я посижу в кипятке чувствую вода стала остывать чуть-чуть я еще кипятка и тело привыкало я делала всю воду горячее 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 вообще вот я так вспоминаю рассказывая как только я не издевалась над своим организмом это чудо что он все это прошел преодолел и не окочурился и когда муж зачем-нибудь заглядывал в ванну это было вообще то есть он даже войти не мог там пар такой стоял от кипятка он это что с ума сошла и мне так нравился вот этот кипяток а вот уже сколько лет наверное уже лет шесть или семь я перестала потому что я понимаю что уже в моем возрасте это нельзя делать нельзя сидеть в ваннах с кипятком часами поэтому этот способ к сожалению уже не для меня десятый способ это очень агрессивный способ это контрастный душ я не думаю с учетом что сейчас зима что я на это решусь я имею ввиду потому что это действие визжательное знаете вот неприятное вот тут уж ничего не скажешь нужно выходить из зоны комфорта чтобы такое делать 11 это пить воду нужно обязательно пить воду чтобы она вышла это парадоксально для некоторых людей звучит что там для некоторых это для меня пол жизни звучало очень парадоксально потому что я считала как логик что если хочешь вода вышла так ты не пи ее наоборот выгоняй это потом я узнала что так делать нельзя потому что если очень мало пьешь или вообще воду убираешь то организм так же как он еду запасает при голодных днях так он и воду начинает запасать на черный день и наоборот ее задерживать то есть пить надо достаточно воды но я еще раз повторюсь я буду не воду сегодня пить а буду пить молока чая и если соли не ешь то сколько бы воды не выпила на в организме не задержится конечно выйдет все 12 это всевозможные растительные средства которые тоже помогают воду выгонять это всякие там кукурузные рыльца какие-то черешки вишни или черешни палочки такие плодоножки то вот эти ножки за как называется листья брусники толокнянки шиповник у меня кстати дома есть я покупала наверно год назад frontier такая пачка большая шиповника у них вот эти знаете большие такие пакеты из фольги по 450 грамм и там шиповник в очень удобной форме он молотый в пыль то есть целиком шиповник молотый в пыль и и там предлагалось я помню в инструкции к этому шиповнику не заваривать его кипятком чтобы выходили все витамины а просто вот эту ложку пыли шиповниковой добавлять например в йогурт или какой-нибудь творожок или просто в рот положите водой запить и тогда предполагалось что это как-то более сохранить витамины хотя тоже непонятно как они его делали нож на солнце сушили там под крышей как-нибудь листья малина еще тоже до считались мочегона у меня этого ничего нет кстати вот надо обзавестись на такой случай я в этом пока не разбираюсь поэтому дорогие друзья я как всегда обращаюсь к вам за советом а знаете ли вы какие-нибудь мочегонные более-менее безопасные травы листья ну все такое но не химическое я одно время а лет пять назад делала петрушечие кубики то есть я брала в сезон когда петрушка есть покупала петрушку измельчала заливала водой и знаете еще в блендере и измельчала вместе с водой что была такая зеленоватая субстанция получалось и я вот эту жижу немножечко густую разливала по формочкам для льда и замораживала потом пересыпала вот эти кубики зелененькие в целлофановые пакеты и я помню что тогда говорилось что если у вас там отек вы там соли переели то на следующий день вы кидаете эти кубики допустим в стакан с водой и пейте просто добавляйте эти кубики куда ни попадя то есть по идее получается что это живая петрушка просто замороженная его этот сок потому что вы же измельчили вот как бы и пьете и я вспоминаю что я еще в некоторые порции ромашку добавляла до 13 это конечно бани и сауны которые выгоняют жидкость и 14 способ который я знаю это надо лечь на спину ноги руки вверх поднять и трясти ими на разные лады такую трясучка ногоруковые устраивать это тоже помогает выходу жидкости облегчает вот этот выход из организма ну вот дорогие друзья сейчас пойду займусь чем-нибудь из этих пунктов перечисленных и сегодня конечно я по отдыхаю то есть у меня сегодня день отдыхательно выводительно жидкостным а в конце дорогие друзья как всегда моя любимая аффирмация с каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях пока